Один из самых популярных продуктов в мире это, конечно же, хлеб. Неудивительно, что и у него есть свой праздник, Всемирный День Хлеба, который отмечается ежегодно 16 октября, то есть сегодня. В советское время говорили, что хлеб всему голова. Традиционный российский символ изобилия и объект особого уважения хлеб присутствует на наших столах каждый день. Многие россияне даже представить себе не могут обед, ужин или завтрак без этого мучного изделия. Это моя мама уж точно. Подсчитано, что в среде в течение жизни человек съедает около 15 тонн хлеба. В России ежегодно продается порядка 7,5 миллионов тонн хлеба. 70% спроса приходится на традиционные сорта, остальные 30% на хлеб, обогащенный различными добавками. Хлеб из смеси разных видов муки, а также разнообразные хлебцы, сдобы, сухари, гренки или гренки и другие хлебобулочные изделия. В хлебе любого сорта есть белок, углеводы, много витаминов группы В, а также калий, фосфор, магний и минеральные элементы. Но вся польза хлеба может быть сведена на нет, если злоупотреблять им. Это чревато ожирением, повышенным холестерином, диабетом и болезнями сердца и сосудов. Так говорят специалисты. Может ли хлеб приносить пользу организму или стоит отказаться от него? Можно ли в принципе жить без хлеба? В этих вопросах будем разбираться с нашей гостью в студии Ольга Ушакова, главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Хабаровского окрая, доктор медицинских наук. Доброе утро, вы славы? Доброе утро. Мы понимаем, что, наверное, однозначного ответа на этот вопрос нет, но все-таки я любитель дуальных каких-то позиций, да или нет? Хлеб, он больше полезен или вреден? Больше полезен на самом деле. Вы правильно отметили о том, что он содержит большое количество микроэлементов. Это источник углеводов, причем правильных углеводов, то есть у них длинная цепочка вот этих углеводов, которые не позволяют очень быстро повысить уровень сахара в крови и в общем в течение определенного времени насыщает нас энергией. Ну и кроме того, конечно, там есть белок, который определяет все качества злаков. Это растительный белок, но в то же время он содержит одновременно, он содержит все-таки незаменимые аминокислоты, которые требуются для нашего организма. Если туда добавить еще орехи, вы правильно сказали, что это источник витамина группы В, это никотиновая кислота и другие микроэлементы, причем при употреблении хлеба мы можем вообще покрыть суточную потребность в никотиновой кислоте и на две трети потребность витамина группы В. Это очень важно, это профилактика заболеваний нервной системы, кожи и других заболеваний. Давайте попробуем уточнить, извините, Вань. Мы говорим, да, про какой хлеб? Это белый из пшеничной муки? Вот я сейчас дойду двух «но». Сейчас добавлю, что если мы добавим в хлеб различные семя, льна или подсолнечника, или орехи, то мы еще получим дополнительные витамины группы А, Е, омега-6, омега-9 и так далее. То есть хлеб – это действительно всему голова. И действительно кусочком хлеба можно утолить голод, если ты голодный. Теперь два «но». Первое «но» – все зависит от помола муки. Чем больше она будет измельчена, тем, конечно, такие качества, полезные свойства хлеба будут несколько меньше. Ну, к примеру, то есть белый хлеб – это очень сильно измельчена мука, поэтому он такой белый. Поэтому длинные вот эти цепочки углеводов, они нарушаются. И поэтому для больных с сахарным диабетом мы не рекомендуем такой хлеб. Второй момент, который очень важен, да, вот там, механическая обработка, она приводит к нарушению витамина группы В. И поэтому многие страны, в том числе и Россия, муку высшего сорта витаминизируют специально для того, чтобы сохранить вот те свойства, которые, в общем-то, да, присущи злаковым культурам. И второе, ну, это, конечно, белок. Это белок, который, в принципе, может быть к нему непереносимость, но таких составляет часть населения, это всего 1%. Поэтому, когда говорит глютеновая, да, такая вот непереносимость, ну, это несколько надумано, потому что, ну, действительно, на сегодняшний день очень много заболеваний кишечника, которые в том числе и говорят о том, что у меня непереносимость глютена, поэтому я хлеб не буду. Ну, то есть очень много таких мифов. Ну, извините, мы сами, да, изменили свой образ жизни, и мы сами привели к тому, что очень много воспалительных, неинфекционных заболеваний кишечника. То есть, ну, начиная с культуры питания, ну, и заканчивая многими другими, да, потреблением лекарственных препаратов, которые мы, в общем, не контролируем сами. Занимаемся самолечением. Вот тогда уточню, простите, вот глютен демонизируют на сегодняшний день все-таки напрасно так активно, потому что столько продукции, макароны безглютеновые, ну, уже если не брать хлеб дальше идет. Два главных слова пищевой отрасли, два главных слова вредных, лактоза и глютен, которые я слышал, что теперь это все вредно, так это нельзя. Ну, это связано с тем, что очень много стало, да, такие вот, еще раз повторюсь, заболевания кишечника, которые, в общем-то, да, мы как-то вот привыкли к чему-то сразу вот привязывать. И поэтому, да, есть непереносимость, но это очень редкое заболевание. Мы их еще называем орфанны, потому что встречается там буквально вот единичное. Почему заговорили об этих заболеваниях? Потому что диагностика стала лучше, и мы стали выявлять. На самом деле это заболевание развивается в раннем возрасте, то есть это генетическая патология, и поэтому как только появляется первый прикорм, сразу понятно, переносит ребенок, не переносит, да, то есть вот. Можно еще уточню, просто недавно, ну, как бы последние годы, я в магазин захожу, и мне жена осложняет задачу. Раньше просто хлеб убирала, который мне нравится, теперь нужно искать бездрожжевой хлеб, хлеб на закваске. Вот он также, получается, полезен, правильно? Или я бы зря ищу его? Любой хлеб полезен, потому что определяется он непосредственно злаком. Что такое дрожжевой, что такое бездрожжевой? Ну, вообще, как бы в самой муке имеются свои дрожжи, потому что если добавить теплую воду, кто занимался опарой, да, добавить теплую воду, добавить сахар, начинается, да, начинается изображение процесса. А закваска бездрожжевой, ну, употребляют еще дополнительные грибки, которые, да, ну, то есть способствуют появлению вот этой опары, чтобы он такой пышненький был хлеб. Дрожжи, ну, что такое дрожжи? Ну, это опять же, ну, это источник витаминов группы В, поэтому отталкивать это, ну, вот просто невозможно. Кроме того, ну, в детских садах, ну, вначале давали витаминные комплексы, а потом перешли на вот эти дрожжевые напитки. Ну, сейчас такое разнообразие. Если у нас есть возможность выбирать, да, и мы хотим доставить максимальную пользу своему организму и минимизировать какие-то негативные последствия, то какой хлеб выбирать и с какой муки? Ну, вообще, муку нужно из муки грубого помола, потому что, ну, вот я уже, да, рассказала, это сохраняется все свойства, полезные свойства злаков. А второй момент – это, конечно, ну, это вкус. Что ты больше любишь? Любишь гречнев? Ну, ешь гречнев. Любишь кукурузный? Ну, ешь кукурузный. Любишь с добавками? Да ешь с добавками. То есть, да, с осторожности только к белому, то есть из муки высшего сорта. Как вы мне помогли, господи, боже мой. Надеюсь, жена смотрит сейчас эфир, и я теперь не буду... Ну, ладно. Ну, вот смотрите, люди, которые хотят, может быть, там, снизить свой вес или, в принципе, контролируют фигуру, они либо отказываются от этого продукта, либо переходят на какие-нибудь хлебцы такие, да, они там цельнозерновые какие-то. Насколько это оправдано? Или здесь вопрос меры исключительно? Вопрос, конечно, меры, потому что хлебцы, по сути дела, ну, это черствый хлеб, то есть, ну, не черствый, а как бы, да. Ну, да, из него высушенный хлеб, из него убрали влагу. Ну, вот, и он более тоненький такой. Ну, несколько маркетинговый, может быть, ход, да, ну, кому-то это более удобно. Самовнушение, опять же, кому-то это просто нравится. Ну, опять же, говорю, вот дело вкуса. Вот что нравится, то нравится. В чем себя ограничить, наверное, можно будет. Ну, вы знаете, существует норма, на самом деле, потребления хлеба. Это 4-6 кусочков, ну, собственно говоря, для женщин это где-то около 200 граммов, для мужчин это около 300 граммов, да, хлеба в сутки съедать. Ну, для больных с сахарным диабетом мы больше ограничиваем, и там, с ожирением, да, мы как бы ограничиваем некоторое количество. Но при этом мы всегда говорим о том, что это обязательный продукт. А если... Ну, вот сейчас, тихо, у меня личный вопрос очень важный. Хлеб, ну, так случилось, что вот, наверное, уже лет 10, а может и больше, хлеб я просто почему-то не ем. Но вот хлебобулочные, это все, это, ну, еди и все, мне покажите булочку, все, я поплыл. Вот хлеб, всякие разные булки, пиццы и вот все, что на тесте. Паранки-то. Грузинский хлеб, хачапури, итальянский хлеб, пицца. Да-да-да-да, и вот как с ними быть, сколько их можно есть? Основа, конечно, все равно идет, ну, злаки, да, то есть мука. Уж какого она там помола, ну, это уже вы будете определять, потому что есть и булочки, тоже сейчас и из цельнозерновой муки, и из различной муки. Но мы давайте не забываем, что в любые вот эти хлебобулочные изделия добавляется сдоба. Это сахар, это молоко, это масло, ну, и поэтому, естественно, там больше калорий. Хорошо бы если бы масло, а то в основном там маргарин. Ну, мы говорим, а с вами все равно масло все-таки, да, потому что в булки добавляется все-таки масло сливочное. И поэтому это калории. Ешьте, но здесь мы уже ограничиваемся. Ну, либо физическая активность. Спасибо вам большое. Очень интересно про хлеб мы могли бы еще долго и долго говорить. У каждого есть какие-то вопросы, незакрытые гештальты, но для этого у нас будет отдельное время. Спасибо вам за беседу. В гостях была Ольга Ушагова, главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Хабаровского края, доктор медицинских наук.